ну что же я хочу показать как я модифицировал поддон срезал с него вот эту дугу сначала просверлил отверстия 3 отверстия потом посрезал на сварке эту дугу отдельно тоже обработал тут все сначала зачистил преобразовательной ржавчиной потом закрасил и теперь на обратной стороне поприваривал гайки для того чтобы поддон прикручивать к этой дуге а дуга будет постоянно оставаться для какой цели очень большая проблема снимать поддон потому что поддон вот эта дуга продеваются в пластиковую защиту боковую и то есть чтобы снять батон поддон нужно еще и боковую защиту пластиковую снимать вот это боковую защиту и тут вот в то в то отверстие продевается и никак не снять получается что вторая часть защиты обломана как видите часть обломана именно по этой причине кто-то снимал до меня еще и уже нет нет этого отверстия защита идет не до конца иначе ну никак не снять только с защитой как устанавливать я покажу но вот так можно модернизировать защиту на 3 болтах впереди будет вот это сначала прикручивается и она остается вместе с это я уже сделал чтобы там неудобно будет держать гайку я поэтому взял и прикрутил гайки сверху чтобы можно было зафиксировать и прикручивать болтами то есть так будет намного удобней еще купил сюда у меня не было изначально от прежнего хозяина тут резинки вставляются под кронштейн вот такие пластины специальные резинки должны вставляться их не было докупил в магазине запчастей поэтому заказал прислали и теперь буду уже ставить поддон я настроил турбину все дела снизу сделал теперь можно поставить поддон ну вот вы можете тоже пользоваться таким способом ну и увидите что если так пойти то намного удобнее будет снимать не будет это целой проблемы снять поддон на шкоде октали повторяйте подписывайтесь на канал всего доброго я покажу как я его буду ставить и так зачем заморачиваться вот эту поперечную тягу поперечную крепеж отрезать просверливать здесь вот для того чтобы когда вы снимаете поддон не нужно было снимать вот эти вот боковые защиты потому что они тут в дырке проходят вот здесь вот никак не вытащить связи с этим у предыдущего хозяина была проблема видите даже вот здесь она тоже была как и на этой стороне и вот выломом кусок потому что не удалось человеку снять и он выломал поэтому тут что-то нужно будет мне делать для того чтобы закрыть ну посмотрю нужно или нет тут защита будет она в принципе защищает тоже будет защищать вал шкив ну и все теперь нужно устанавливаем на подушки здесь их в природе не было пришлось купить кронштейн новый подушки вот эти вот резинки сюда вставляем и закручиваем сюда на болты собственно вот такая задача становится легче в съеме удобней ну и легче по весу